Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. Добро пожаловать в новый выпуск на нашем канале. И сегодня мы с вами обсудим следующие темы. SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Распродажа на 3 миллиарда долларов. Bezos продал акции Amazon после превзошедшего прогноза отчета. Компания Samsung представила новые гаджеты. BMW M4. Как будет выглядеть новый автомобиль? И опять вернемся к SpaceX. Компания получила контракт Пентагона на 316 миллионов долларов. Обо всем этом сегодня в выпуске. Усаживайтесь поудобнее, обязательно подпишитесь на канал. Приятного просмотра. Мы начинаем. Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу 7 августа стартовала с партии на 57 спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX Илона Маска. Запуск состоялся в 8.12 по московскому времени на космодроме на мысе Каневерал, штат Флорида. Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 13 июня. Помимо спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global 5 и Global 6 американской компании Black Sky. Starlink – спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Самый богатый человек мира Джефф Безос продал акции Amazon стоимостью больше 3 миллиардов долларов. Сделки прошли в первые дни августа, вскоре после публикации отчета, подтолкнувшего цены на бумаги компании Вверх. Основатель и глава Amazon Джефф Безос, номер один в глобальном рейтинге миллиардеров, состояние по данным на 6 августа 189,5 миллиардов долларов, продал акции компании на сумму 3 миллиарда 100 миллионов долларов, следует из документов, которые были поданы в комиссию по ценным бумагам и биржам США. После уплаты налогов миллиардер получит около 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Сделки, как следует из документов, прошли 3 и 4 августа. За несколько дней до этого Amazon отчитался о росте квартальной выручки, и одна поднялась аж на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила чуть больше 10 долларов. Это почти в 10 раз больше, чем предсказывали аналитики. С 30 июля по 4 августа акции Amazon выросли на 2,8%. В среду они подорожали еще на 2,1%. Последний раз Безос продавал акции в феврале, незадолго до обвала рынка. Тогда сумма проданных им бумаг превысила более 4 миллиардов долларов. В 2017 году Безос объявил, что будет ежегодно продавать акции Amazon на сумму в 1 миллиард долларов для финансирования своей космической компании Blue Origin. Позже миллиардер взял на себя новые обязательства. В сентябре 2018 года он пообещал выделить 2 миллиарда долларов в фонд Bezos Day One Fund, поддерживающий некоммерческие организации, которые оказывают помощь бездомным семьям, а также создают национальную сеть дошкольных учреждений Montessori. С того момента Безос раздал некоммерческим организациям около 200 миллионов долларов. Кроме того, в феврале 2020 года миллиардер объявил, что запускает фонд Bezos Earth Fund, который будет заниматься борьбой с изменением климата. Для этих целей он обещал выделить 10 миллиардов долларов. Компания Samsung провела масштабную презентацию новых устройств. Компания показала смартфон Galaxy Note 20, часы Galaxy Watch 3, наушники Buds Live, планшет Galaxy Tab S7, а также продолжение линейки раскладных смартфонов Galaxy Z Fold 2. Одной из самых главных новинок стал смартфон Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Стоит отметить, что основные характеристики устройства утекли в сеть задолго до релиза. Как и предполагалось, гаджет оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением формата Full HD+. Ну а что касается камеры, то она представлена тремя основными модулями, вкупе с основным на 64 мегапикселя и поддерживает лишь трехэкранный оптический зум. Примерный ценник на смартфон в России около 80 тысяч рублей. Помимо прочего, компания представила седьмое поколение планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Устройство получило 11-дюймовый дисплей в младшей и 12-4-дюймовый в плюс версии. Оба устройства построены на аппаратной платформе Snapdragon 865+. В минимальной комплектации оба устройства оснащены 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтов накопителя и двойной камерой с основным сенсором на 13 мегапикселей. Еще одной интересной новинкой, показанной на Unpacked 2020, стали новые смарт-часы Galaxy Watch 3. Устройство оснащено Super AMOLED-экраном с разрешением 360 на 360 пикселей. Устройство оснащено фирменным процессором Exynos 9110, 1 гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайт накопителя. Работает новинка под управлением операционной системы Tizen OS. Стоит отметить, что новинка также получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и поддержку NFC. Также компания представила похожие на бобы наушники Galaxy Buds Live. Из интересных особенностей устройства можно отметить наличие 12-мм излучателей, выдающих довольно качественное звучание. В России стоимость наушников составит около 14 тысяч рублей. Последней новинкой стал раскладывающийся смартфон Galaxy Fold 2. Одной из интересных особенностей смартфона является наличие двух дисплеев. Это большой фронтальный 6,2 дюйма и еще один складной квадратный экран диагональю 7,4 дюйма. По сути, Galaxy Z Fold 2 является улучшенной версией первого поколения смартфонов. Так, в смартфоне доработали особенности, что были в первом поколении. В основном это касается шарнирного крепления, соединяющего два основных дисплея, а также стеклянного покрытия экранов. Итак, друзья, после прошлого выпуска мы провели голосование по вопросу проведения прямых эфиров на нашем канале. И большинство из вас поддержало эту идею. Я хочу сказать спасибо, кто не остался равнодушным и проголосовал в данном опросе. Это действительно новый формат на нашем канале. И благодаря этому, я уверен, нам удастся познакомиться поближе и выявить новые перспективные направления в дальнейшем развитии. Первую прямую трансляцию я обязательно анонсирую на канале. Поэтому следите за новостями, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. А также, друзья, обязательно поддержите этот выпуск лайком и комментарием внизу под выпуском. Что ж, давайте продолжать. BMW M4 нынешней генерации в кузове F82 была представлена в 2013 году, а в 2017 году модель получила рестайлинг. На подходе совершенно новый автомобиль, который к тому же заметно изменился внешне. Огромные вертикальные ноздри, решетки радиатора уже не являются секретом. Подобные есть у обычного купе, однако в M-версии они будут иметь немного иную форму и горизонтальные перекладины. Капот более рельефный, а бампер располагает воздухозаборниками большого размера. По сравнению с обычным купе в кузове G22, у M4 заметно расширенные колесные арки, а в передние крылья встроены воздуховоды. Форма боковых зеркал аналогична другим M-кам. Спорткар получит новые пороги и оригинальный задний бампер с крупным диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы. По бокам бампера расположены вертикальные элементы светотехники, которые визуально перекликаются с вставками в переднем бампере. На торце крышки багажника установят небольшой спойлер. Также автомобиль получит новые колесные диски. Новая M4 будет оснащена рядным 6-цилиндровым 3-литровым бетурбированным мотором, выдающим 510 л.с. и 650 крутящего момента в версии Competition. Впервые в истории модели привод может быть как задним, так и полным. При этом заднеприводная версия оснащена на выбор механической коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF. В то время как полноприводное купе в базе идет с автоматом. В дальнейшем может появиться версия CS, а также самая экстремальная модификация CSL. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на запуск аппаратов для вооруженных сил США в 2022-2027 годах. Его стоимость составила 316 миллионов долларов. Компания Илона Маска обошла Blue Origin, Джеффа Безоса и военно-промышленную корпорацию Northrop Grumman. Всего на контракты от Минобороны США претендовали 4 компании. SpaceX Илона Маска, United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin Джеффа Безоса. Контракты включают более 30 запусков, запланированных между 2022 и 2026 годами. В результате ULA выиграла 60% запусков, ну а SpaceX выиграла оставшиеся 40%. Стоимость контракта с ULA составила 337 миллионов долларов. SpaceX получит по контракту 316 миллионов долларов, сообщает Минобороны США. При этом ведомство не уточняет конкретное число запусков по контракту. Запуски будут производиться с космодромов на мысе Канаверилл, штат Флорида и Ванденберг, штат Калифорния. Как отмечает CNBC, миссии национальной безопасности являются самыми прибыльными в ракетном бизнесе. Некоторые из них стоят более 100 миллионов долларов за пуск. В период с 2012 по 2019 год военные США заключили с ULA и SpaceX контракты на пуск на сумму более 12 миллиардов долларов. На этом все друзья, спасибо что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, ну и не забудьте подписаться на канал. Также друзья следите за новостями, ведь вскоре стартует первая трансляция на нашем канале и мне очень нужна будет ваша поддержка. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы и социальные сети, все ссылки будут в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всем успешной и продуктивной недели, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok